Всем дип и нав, пацаны! Сегодня у нас бандана, думаю к этому добавить особо нечего, меня по-прежнему зовут Стас Гард Прот и давайте стартуем! Наш темп на сегодня 206, ну либо 103, в зависимости от того, как вам приятнее. Ну и добавим Эдисон, чтобы перетащить в него сэмпл из форсажа, когда он еще был гонками. Сразу возьмем кусочек поздоровее и перетащим в плейлист, потому что нам нужно начало. Темп песни сэмплируемой совпадает с темпом проекта, так что просто берем инструмент слип и с зажатым альтом вот так подгоняем, включим метроном, но еще нам нужно поднять питч на 400, то есть на 4 полутона. Ну вот под темп отстроили, теперь нам нужно выбрать лезвие, shift зажатие, правой кнопочкой мышки нажать здесь, чтобы отрезать более короткий кусок. И у меня для вас есть просто идеальная сделка. Вы прямо сейчас под этим роликом просто ожесточенно, безудержно ставите лайки. Если их будет достаточно, то я сниму еще что-нибудь интересненькое из банданы. Так что если вы хотели бы это посмотреть, то предлагаю прямо сейчас пройти под видео и шарахнуть по лайку. А мы тем временем сделаем полуторачасовое вступление, именно такое оно в этом треке. Для этого вступления нам понадобятся вот эти бабахалки, конкретно вот это, вот это, тут где-то был explosion. О, и вот это, вот это будет главный. Ставим главную бабахалку на то место, где она будет. Шикарно, но давайте ее еще за make you niche, чтобы ее развернуть. Ну с отключенным стретчем еще ее сократим немножко развернутую и сделаем вот так. Еще, чтобы позвонче был бабах, мы добавим сюда вот эти звучки, и тот и другой мы убавим. И здесь главным бабахом будет explosion, и вот этот, explosion, убавим. Шикарно! Теперь давайте все бабахи сбросим на один канал микшера, и сэмпл тоже сбросим. У нас почти готово вступление, осталось добавить басец. Басец я взял из PBS, вот так он выглядит, и я хочу, чтобы вот эта фигня была такой же примерно громкой, как бас, но еще чтобы он стал позвонче, поэтому сбросим на микшер и накинем на него клипер. Можно было бы накинуть на него компрессор, чтобы это было более мягко, но нам нужен кривой перегруженный звук, поэтому просто клип вот так вот, вот так вот идеально, то есть очень-очень много обрезает у нас клипер, но в целом это ок, потому что нам такой звук и нужен. Настроим ему envelope, и идем вот к этому куску, где у нас стомп explosion, и тут пропишем басец. Кстати, тональность нашего бета сегодня это D-минор, а басец будет звучать типа... Ну, короче, вот эти мои стандартные напевы, вы поняли. Так вот это продлим. Мы сделали вот это безумно длинное вступление, теперь дублируем, и давайте на всякий случай замейки уничим этот кусок, чтобы вот здесь вот включить crossfade в декликином оуде. Отпилим половину. И сейчас мы будем делать вот это тремоло, которое есть в треке. Конечно, можно было бы накинуть тремолатор, но в прошлом видео я показал один из способов, и им же я воспользуюсь прямо сейчас. Заходим в chop, time-based chop и chop in bits. Каждый второй бит мы удаляем. И для этого именно crossfade мне включили, потому что если не включить, то будет... И тут опять зона моих предположений, потому что, скорее всего, там как-то по-другому сделано вот это тремоло. Но я сделаю вот так. Вот эти кусочки мы сделаем подлиннее в начале, а вот в конце, наоборот, покороче. По-моему, это добавляет качу, что типа одна половинка такая более плавная, а эта более резкая. Давайте мы накинем на него всякие такие эффекты, ну типа tape stop и прочее. Для этого я воспользуюсь плагином looperator. Чем он отличается от effectrix, glitch, grossbeat? Возьмем initial preset. Во-первых, тут можно увеличивать, как в shaper box, собственно, длину паттерна, который мы настраиваем. А во-вторых, для каждого вот этого тайм-сегмента у нас есть индивидуальный настрой. Сначала вот так. Повторяем здесь то же самое. Сюда я хочу поставить еще delay, потому что, по-моему, он там сделан. В конце там есть что-то типа... Ну вот этот прям перед ним мы поставим еще одну штучку, вот эту нотку. Короче, поставим тут два разных типа зацикливалок. Я забыл слово, как это по-английски называется. Повторяем тут то же самое, но здесь я хочу, чтобы был о-о-о-о-э, типа, чтобы питч поднимался. И для этого поставим ускорялку. Ага, то, что нужно. Ну и кроме тремола за счет нарезок, из прошлого видео я вам прихватил еще и сирену, потому что в этом треке тоже есть сирена, я использовал тот же самый сэмпл. Начинается она где-то типа вот здесь, вот включаем stretch, переключаем здесь моди тоже на stretch. Как-то вот типа вот так растягиваем. Сразу отправляем ее на микшер и убавляем. Все ударные я взял из того же пака, что и с томпой, и раз ты досмотрел до конкретно этого места, то я предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал, потому что если тебе понравилось это видео, то другие видео с канала понравятся точно, так что прямо сейчас, если на компьютере смотришь, чуть-чуть промотай и нажми подписаться, чтобы не пропускать мои новые видео, а если ты смотришь на телефоне, то из горизонтального режима переверни в вертикальный и нажми подписаться, чтобы получать уведомления о моих новых роликах. Сделай это прямо сейчас, и мне станет очень хорошо и тепло на душе. А мы пропишем битточек, в первую очередь басец. Давайте зайдем в настройки, EQ минимум, добавим буста, как-то так, и обязательно, конечно же, Cut It Self нажмем. Ну и вы же запомнили, как сэмплы называются, так что я их переименую и закину на микшер. Первым делом, конечно, на бас я кину самый популярный за сегодня в этом видео плагин, это клипер, и клип убавлю типа до 90, ну давайте софт нас, типа процентов 10. Первая нотка, естественно, D, для начала пропишу на октаву выше. На 4 такта следующие дублируем. Это вниз на октаву, и это на октаву вверх, и вот это тоже вверх, чтобы было. И все это вместе опускаем на октаву вниз. И погромче. Теперь давайте займемся киком, но в кике для начала, естественно, подбустим, и поставим его почти по басу. Окей, окей, теперь клэп. Его тоже безжалостно бустим. Чуть убавим. Хай-хэт. Его тоже EQ минимум буста добавляем. И стерео дилей чуть-чуть. Ну, как-то так. Звучит он каждый второй чуть потише. Ctrl-B. Вот так. Чуть-чуть убавим. Чуть-чуть убавлю ему все эти стерео дилы. И я чуть не забыл самое главное. Конечно, настройки. Конечно, shift. Теперь open-хэт. Ему sample start немножко открутим. EQ в минус и чуть-чуть буста. И давайте подкоротим out. И стерео дилей тоже добавим ему. Звучать он будет по кику. Дан-дан-дан. Немножко убавим. Как-то так. Все ударные мы прописали. Давайте сбросим их на групповой канал. Создадим канал с реверберацией. Точно так же, как в прошлых видео. Пресет Room Tight Room. И перед ревербератором я поставлю параметрик EQ2, чтобы немножко подрезать высокие частоты, которые приходят в наш ревербератор. Направим все в канал с ревербератором. И его зароутим на канал со всеми ударными. А на канал со всеми ударными, конечно, кидаем Saturn. 2000 бэнд. В верхнюю часть тюби-клинтюби. Подогреваем процентов на 50. Идеально. Давайте займемся самим сэмплом. Потому что на него я тоже хочу закинуть Saturn. Тюби-клинтюби. Потому что я не хочу использовать традиционную эквализацию. Я просто хочу немножко подрезать низкие частоты. Но это не все. С сэмплом мы вообще поступим очень плохо. Закинем на него ревербератор. По-моему, в оригинальном треке что-то такое сделано. Микс откручиваем процентов до 10. И это пресет Large Plate. И Low Cut поднимаем. После этого закинем еще сюда Ozone и Major. Вот этот бэнд поднимем. Вот этот бэнд поднимем. Включим Stereoize. И расширим как-нибудь типа... Сильно, но не очень. Ну и, конечно, на канал с ударными тоже закинем Ozone и Major. Точно так же чуть поднимем бэнд. Stereoize включим и... Чуть-чуть убавим сэмпл. И на клиппере на мастере чуть-чуть софт нас я подкручу. Ну и чтобы бас стал посимпатичнее, давайте ему тоже Stereo Delay крутанем. Я понимаю, на телефоне вообще никакой разницы вы, скорее всего, не услышали. Но давайте сделаем вид, что стало покруче. И я еще хочу прямо как в прошлом видео на сирену закинуть Shimmer Shimmer. Чтобы немножко подымить. Concert Hall, микс типа... Давайте 37. Сделаем структурку. Для этого возьмем вот этот наш паттерн с ударными. Ctrl-C в новый паттерн. И Split by Channel. Бит у нас вступает с небольшим опозданием. Вот так. Окей. Теперь займемся второй частью. Вот так. Вот этот звук тоже уберем. Сокращаем все, кроме баса. Подкоротим. И бас у нас здесь проиграет дважды. В следующем куске делаем вот так вот. То есть здесь у нас сыграет в бите начало, потом пустота, потом одинокий бас с клэпом. Да. Потом будет снова кусок с басом и без луператора. Поэтому идем на микшер. Правая кнопочка мышки на его Drive-Aid. Create Automation Clip. У нас он должен включиться вот здесь. Вот здесь вот он не играет. Вот здесь вот он ненадолго отключается. Чтобы вновь вернуться. Вот здесь, где начинается куплет Олега. Начинается он примерно так же, как у тейпа. То есть вот это все мы вот так сокращаем. Только здесь нет кика и закрытого хэда. Давайте басец еще чуть-чуть потише сделаем. Потому что в треке он вообще едва-едва слышен. У меня он и так громче. Теперь самое главное. Озон на мастере. На X-Sighter я выбрал пресет Analog Low End. На Vintage Q чуть-чуть убавил 200 Гц на 1,1 ДБ. На Maximizer вы прямо сейчас сможете увидеть настройки. Ну и давайте все-таки сделаем выход из Low Pass во вступление, как в оригинальном треке для этого. Dirty Filter закинем на мастер. Drive открутим. Включим вот эту кнопочку. LP покрутим. Правой кнопочкой мышки на эту кнопку Create Automation Clip. Как-нибудь типа вот так вот. И вот здесь вот он будет заканчиваться. И изгиб сделаем. Теперь нам нужно просто отключить вот в этом месте Dirty Filter. Для этого правой кнопкой мышки Create Automation Clip. И вот так. И вот так. Теперь уж точно готово. И перед тем, как мы послушаем шикарный, волшебный, надеюсь, по вашему мнению, биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы его заказать или узнать о нем подробнее, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне в Инстаграме, в Директ или ВКонтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео показалось вам чуть-чуть интересным или полезным, или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим видео. Ну и, конечно же, подпишитесь на канал, потому что, как я уже говорил, если это видео вам понравилось, другие видео понравятся точно. Так что прямо сейчас подпишитесь на канал. А на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам было интересно. И я уже жду вас в следующем. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok